Добрый день дорогие друзья! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите кто пришел». Я ведущий журналист Рустам Вафин и в гостях у нас сегодня доктор экономических наук, профессор, проектор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского университета Софиульна Марат Рашидович. Добрый день Марат Рашидович, я пригласил вас, чтобы мы с вами подвели некоторые итоги уходящего года, которые относятся к сфере вашей компетенции, благо в вашей компетенции много вопросов связанных с нашим университетом и обнадежим наших зрителей, среди которых и сотрудники, и студенты, и родственники университета достаточно много на год грядущий. И мой первый вопрос такой, Марат Рашидович, вот 22-й год, топ уходящих событий, топ событий в уходящем 22-м году глазами проектора по экономическому и стратегическому развитию Казанского университета. Да, спасибо, очень интересный вопрос, но вы знаете, я хотел о чем-то сказать, ведь Казанский федеральный университет это одна из крупных организаций не только в Татарстане, в Поволжье, но и в Российской Федерации в целом. И вот в тех непростых условиях, в которых мы функционируем, скажем так, сохранить те темпы развития, сохранить движение, сохранить, скажем, идеологию, культуру преобразований, это очень важное завоевание. И поэтому, на мой взгляд, вот, может быть, никто это не чувствует, но это самое главное для нас, то есть это устойчиво, динамично и созидательно развиваться. И вот хочу сказать, что все планы относительно тех, даже самых высоких амбиций, которые мы поставили по приоритету 2030, они выполнены, и что отрадно, и даже те, за которыми мы беспокоились. В первую очередь, это финансы, студенты и наука. Всегда, потому что они очень волатильны и очень зависят от конъюнктуры. И вот сразу хотел сказать, что оборот, или, сказать, годовая выручка нашего университета, она выросла на 11%. То есть это очень серьезно. То есть 13 600, это, скажем, было наше расчетное значение, а сейчас мы выходим на цифру более 14 миллиардов 700. И кто-то скажет, наверное, это были какие-то бюджетные ассигнования. Нет, нет. То есть если мы посмотрим соотношение бюджетной и небюджетной части, то мы начинали 62%, сейчас 66% это то, что мы собираем из небюджетных источников. И не только, и за счет студентов действительно были большое, то есть значительно почти на 458 человек увеличились цифры бюджетного приема. Это означает, что при нынешнем рынке достаточно сложнее стало набирать коммерсантов. Но мы и здесь смогли, скажем, выйти за плановые значения. Поэтому это очень важно. Это означает, что все-таки финансово-экономически мы очень стабильны. И я очень надеюсь, что вот этот тренд сохранится. Но, по крайней мере, на этот учебный год это достаточно надежно. Второй момент, о котором хотел сказать, это новый проект, который мы, это конкурс, который мы выиграли в июне месяце. Это передовая инженерная школа. На самом деле, да, кто-то скажет, там финансирование не очень большое всего. В 10 раз меньше, чем приоритет 2030. Там 840, это миллионов, а здесь всего 82 миллиона. Но надо понимать роль и значение этого проекта с точки зрения идеологии. То есть это очень важный проект с точки зрения переформатирования естественно-научного и инженерного образования. И надо сказать, что очень активно начал с нами взаимодействовать наш индустриальный партнер. Это группа компаний КАМАЗ. И что вы видели, какой их интерес, несмотря на то, что, скажем так, всем дали там, всем сестрам по серьгам, КАМАЗ, он выполнил полностью свои обязательства. И буквально на прошлой неделе, то есть софинансирование, которое он обязался предоставить, это в размере более 217 миллионов рублей, они поступили на наш этот счет. И более того, и республика также консолидированно нас поддерживает, и тоже 82 миллиона дает на софинансирование этой важной программы. Поэтому мы надеемся, что это не только мы изменим стиль, характер и конкурентоспособность наших исследовательских коллективов и образовательных коллективов в Челнах, но мы в целом трансформируем естественно-научное образование в университете в целом. И это даст новый толчок развитию нашего университета. Мне кажется, нашим зрителям в качестве примеров привести вот эту модель, как будет трансформироваться, может быть, на каком-то образце. Как будет трансформироваться? То есть вот вопрос в чем. Чтобы понять инженерное школу. Да, то есть всегда, кому не лень, критикуют это образование, высшее образование, что оно не так, что не востребовано, трудно найти работу. И вот этот проект конвергенции, то есть сочетание интересов работодателя, то есть в этом случае КАМАЗ, и образовательная организация. То есть мы работаем вместе, и КАМАЗ открывает нам всю свою техническую документацию. С одной стороны, с другой стороны обеспечивает ресурсами и обеспечивает кадрами. И наша задача попробовать развить инициативу, развить, скажем, навыки для того, чтобы сотрудники КАМАЗа, а также компании, это очень большая группа, в которую много компаний, ходит и не только автомобилестроение, чтобы включилось так называемое сначала внутреннее предпринимательство, понимаете, а с другой стороны, чтобы потом зарабатывала вся предпринимательская система. То есть что это означает? Чтобы студенты не просто делали какой-то дипломный проект, а попытались спроектировать и решить реальную производственную задачу, которую сейчас работает коллектив КАМАЗа. Это не означает, что они нам весь свой это неокр передают и так далее, но они открыты, они дают нам стенды и дают оборудование, которое позволяет не только сделать чертеж этой детали, или какое-то научное осмысление, математическое осмысление этой задачи, но и реальный образец, который потом можно показать на защите, и на стенде испытать, и показать, насколько он соответствует тем тактико-техническим параметрам, которые нужны современному автомобилю. Правильно я понимаю, что вот эта вот новая идеология образования, связки с индустриальным партнером, с КАМАЗ, предполагает, что студенческие группы, научные группы, преподавательские, которые объединены вокруг студентов, они выступают в качестве такого стартаперов, которые предлагают самому заводу решения, и если это выстреливает, то они, в общем-то... Да, то у них будет все это покупать. Работа, зарплата... И не только, то есть они смогут стать миллионерами или мультимиллионерами, в том случае, если это решение, ну, скажем, перевернет понимание этой детали в отрасли. Да, очень интересный подход. Очень интересный подход. И когда, на ваш взгляд, вот это уже заработает практически... Ну, я хочу сказать... 23-й год? 23-й год нет. Мы пока... Вот я же вам говорил, деньги только со стороны КАМАЗа, индустриального партнера, со стороны республики, они только-только поступили. Поэтому все-таки мы ожидаем, что мы сейчас оснащали, то есть вот за счет федеральных средств. Дальше, в следующем полугодии оно также будет посвящено, вот, скажем, решению задач материально-технической стороны вопроса. А реально он сможет заработать с первого приема. То есть первый прием, то есть сейчас у нас учится в основном по доп. образованию, по магистратуре, то есть он запланирован с 1 сентября следующего года. 24-го? Да. Нет, с 1 сентября 23-го года. Все, все, понял. А учитывая, что все-таки цикл магистратуры, он это где-то, даже при самоуплотнении, он полтора года, то есть все-таки те результаты, то есть и сказать, что вот смогли ли они дать эти решения, насколько конкурентоспособны их идеи и все остальное, получается, что это где-то первая половина 25-го года. Какие институты, на ваш взгляд, какие направления в университете могут быть, ну, очень плотно там? Зачем все? То есть вы знаете, вроде бы у нас это большой классический университет, но мы начали считать, то есть у нас легче назвать те подразделения, где нет инженерного образования. Инженерное образование есть и у математиков, и у физиков, и, ну, не только у самих инженеров, но и у айтишников, у них практически все 100%. Ну, айтишников, да, опрашиваются. Да, технический, это технический, там, школа или факультет, прошу прощения, набережный Челнинского института. В общей совокупности порядка 8100 студентов уже сейчас у нас обучаются, из, там, порядка 50 тысяч уже непосредственно по инженерному специалисту. И надо сказать, что спрос на инженерные специальности, он на это высок, особенно вот в современных условиях, когда нужно сделать обратный инжиниринг, то есть помочь предприятиям найти новые технические решения в короткое время для того, чтобы освоить новые задачи, закрыть новые рыночные ниши. А как происходит взаимодействие с тем же КАМАЗом? КАМАЗ говорит, ребята, у нас есть такая проблема. Вот у нас это деталь, которая не работает. И не работает. Они говорят, вот есть задача, то есть вот у нас узкое место. Допустим, я не знаю, карбюратор. И, конечно, карбюратор, это, наверное, прошлый век. Но я экономист, мне это простительно. И в этом случае они говорят, вот, пожалуйста, то есть это ваша задача сказать, что вот он должен соответствовать таким-то параметрам. И задача состоит, то есть создается это или эта группа, или там небольшой коллектив. То есть они в этом случае находят вариант ее решения с учетом передового опыта. Потом ведь надо, важно сказать, что мы здесь не только мы и КАМАЗ, но также мы привлекли лучших ученых из МВТУ и МБАУМА. Это самая, наверное, лучшая инженерная школа сейчас в стране, Санкт-Петербургского политех. И вот хочу сказать, один из научных руководителей одного из направлений нашей передовой инженерной школы вчера получил государственную премию за тот вклад, который он делает в научной составляющей этого вопроса. То есть это означает, что, к чему я хотел сказать, что над решением вопроса не только сам магистр, но и очень маститые, очень известные и очень опытные ученые и специалисты со всей страны работают. Вот я что хотел сказать. То есть там коллектив, он смешанный. То есть это гуру есть, скажем, вот с ведущих научно-образовательных центров страны, а также, вот, скажем, в пристежку или как в единую, это коллектив. КАМАЗ, с одной стороны, и наш набережный членынский институт, они дают коллег, чтобы вот сделать совместный коллектив для работы, чтобы перехватить это ноу-хау и выработать лучшие решения. А со второй позиции топ-22 года мы разбрались. Еще что в 2022 году вам запомнилось? Не запомнилось. Я хочу сказать, что мы в области масс-медиа очень сильно продвинулись. И видите, там это нас хвалили, там это Салавату давали в этом случае награды и прочее, прочее. Дело в том, что впервые федеральные средства массовой информации, они начали, скажем, с нами сотрудничать. Это вот, скажем так, проект наука ВГТРК. ВГТРК выговорить очень сложно, то есть сейчас наши эксперты, они ученые, специалисты, они приглашаются для, вот, скажем, оценки тех или иных масштабных проектов и программ, которые реализуются в нашей стране, с одной стороны, а также они привлечены к разработке научно-популярных материалов, циклов и передач, для того, чтобы вовлечь, с одной стороны, и привить интерес молодежи к науке, а с другой стороны, для того, чтобы населению было понятно, вот, в современном меняющемся мире, что происходит, какие есть новые решения, там, в области питания, в области, там, IT, биоинженерии, и как правильно себя вести в новом мире, там, где тебя пытаются обмануть в плане финансовой грамотности, в плане биологической грамотности, там, как прививаться, почему не прививаться, там, с чем прививаться и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот этот явный третий прорыв. И четвертый прорыв, это все-таки есть агентство стратегических инициатив, и вот здесь самое главное, это, вы знаете, говорят, soft skills, мягкие компетенции, и есть проекта, вот, лидер России, и поэтому мы хотим создать, базируясь, вот, на их инструментарии, на их решениях, совместный научно-образовательный центр в Поволжье по ассессменту и по помощи нашим студентам, нашим преподавателям в диагностике и в развитии их soft skills. И вот хочу сказать, что, это приятная новость, сегодня официальную благодарность направил комиссаров, руководитель этого направления, наша страна, страна возможностей, ректору нашего института Ленаре Натвичу, вот, оценив тот вклад, который делает университет в этом направлении. 23-й год. Вы, конечно, уже какие-то события писали, которые экстраполируются в 23-й год и, в общем-то, там выстрелят. Но все-таки я хочу этот вопрос задать. Сценарий для Казанского университета в 23-м году оптимистичный, пессимистичный, и какие будут признаки способствовать выбору того или иного, то или иное, то или иное? Я бы хотел все-таки по-другому сказать. Вы знаете, сейчас вот, сейчас уже более-менее понятно, что у нас получается, где какие проблемы у нас есть, и все-таки вот мы ждем сейчас то решение, которое примет правительство и комиссия Министерства образования и науки по дальнейшей поддержке, дальнейшему развитию в рамках программы стратегического и академического лидерства приоритет 2030. И вот на основе этого мы хотим в январе уже сделать, скажем так, мозговой штурм, то есть для того, чтобы актуализировать наши стратегические проекты, посмотреть те лаборатории, которые подтвердили свою состоятельность, и переформатировать те направления, которые, ну скажем, реально поменялись. То есть это не означает, что они не занимаются неактуальными вопросами, но жизнь, учредитель и экономика требуют новых решений и новых вопросов. И поэтому мы в январе надеемся такое сделать еще при помощи республики, при помощи Министерства промышленности, roadshow, то есть по опыту КАМАЗа, по опыту передовой школы, то есть мы теперь знаем, где что, как и работать, провести работу с предприятиями и организациями для того, чтобы посмотреть, какие сейчас у них возникли проблемы для того, чтобы помочь совместно выработать эффективное решение. То есть девиз, вот отвечая на ваш вопрос, то есть наш девиз на следующий год – это кооперация. То есть мы должны создать по всем нашим приоритетам, по всем нашим новым лабораториям прорывные и перспективные межвузовские с предприятиями научной коллаборации. КАМАЗ уже как бы застолбил эту позицию, да, а какие еще предприятия, на ваш взгляд, могли бы выступить такими индустриальными партнерами, инвесторами этих проектов? Хочу сказать, что вот очень себя хорошо показывают два направления. Это биомедицина, потому что практически все фармацевтические предприятия сейчас, вы же знаете, то есть и цены очень сильные за очень специфические логистики подросли, и, ну, скажем, нестабильность, она тоже дает свою наценку на все эти вещи. И поэтому практически со всеми крупными предприятиями, из Варинафарма, Северфармацевтиклс, потом Эрфарм и так далее, Татхимфарм препараты, ну уж сам Бог велел, сейчас, скажем, значительно расширилась и углубилась работа в этом направлении. В поиске новых лекарственных форм, либо заменителей импортных лекарств. Второе направление тоже очень сильно, скажем так, повлияло на нефтехимию, вот эта новая обстановка, то есть есть очень большая группа, скажем, компонентов для организации нефтехимии и нефтепереработки, которые массово вывозились, вернее, из-за рубежа. И сейчас тоже стоит вопрос, не потеряв качество, как из отечественного сырья найти эффективные аналоги. И вот здесь наш второй стратегический проект, это все, что связано с энергопереходом, то есть это они достаточно серьезно работают. И у нас с Сибуром, с Газпромнефтью, ну и само собой стать нефтью, то есть уровень и объем сотрудничества выходит на совершенно новый уровень. Третье, то есть это, как называется, катализатор, да? Да, 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 и третье, то есть я хочу сказать, оно не так явно, но вот мы ожидаем, что... Четвертый уже, четвертый уже. Зачем? Медицина и нефтянка. Медицина, нефтянка, КАМАЗ. Нет, КАМАЗ это отдельно, то есть я хотел сказать еще это про IT. То есть это связано с тем, что вот сейчас, скажем, четвертая промышленная революция и конкурентоспособность во многом определяет, насколько ты силен в IT-технологиях. И вот в нашем, в первую очередь, и в МИД, и институт бывшего МК, сейчас для целей Министерства обороны формируется новый образовательный кластер, который позволит сделать это переподготовкой, повышение квалификации, скажем, ну, и базисную подготовку специалистов по IT. Поэтому здесь вот с Ростехом, с этой группой компаний мы тоже ожидаем, что наши взаимоотношения, они, если раньше они были, сфокусировались больше на научно-исследовательской части, то сейчас они больше будут соориентированы и на образовательную составляющую. Практическую. Ну, и все равно это масштаб, то есть это большое количество людей. Вот. А вот партнеры зарубежные. Понятно, что мир у нас стал, разделился, там, на Запад-Восток. Китай, Индия, Симе. Хороший вопрос. Хороший вопрос. И он понятный вопрос. Это всех беспокоит. Дело в том, что всегда спорт и наука вроде бы считались вне вот этих всех вещей, но жизнь показала, что, к сожалению, не все так просто. Дело в том, что практически со всеми мы сохранили очень добрые отношения. Да, вот сила известных причин, ряд коллег, они официально не могут с нами взаимодействовать. И понятно, поэтому мы, ну, понимаем и ценим вот их отношения. Но, несмотря на это, хочу сказать, что мир ведь он развивается. Сейчас все больше и больше вклад в характер и формы экономического роста вносят другие страны, которые дружественны к нам. И поэтому и в плане исследовательской, и публикационной активности, и новых научных коллабораций мы видим большие перспективы вот в новых рынках. Да, вот приведу пример, даже посмотреть, как у нас развивается ситуация с образованием. То есть у нас Иран, то есть это одна из тоже мощных стран Ближнего Востока, выходит на, скажем, лидирующие позиции в структуре приема иностранных граждан. Причем еще качество абитуриентов, качество студентов весьма высоко. Марат Рашидович, я хочу задать вам вопрос, который относится к вашей иной ипостаси, чем проректор по экономическому и стратегическому развитию университета. Я хочу задать вам вопрос как к ученому, руководителю научной группы. Вот я обнаружил на сайте университета список грантов по линии РФН, и в первом стоит грант под вашим именем. Задам этот вопрос? Конечно. Нет, нет, я хочу сказать, может быть, мы об этом не говорили, но в этом, в уходящем году, то есть у нас не только объем НИР существенно вырос, конкурсных НИР, но и, с другой стороны, расширилась вовлеченность наших научно-педагогических работников в НИР. То есть у нас очень много грантов, и вот, скажем так, по первым неформальным оценкам, у нас лидирующие позиции в стране по количеству грантов, которые получил наш университет в рамках НИР для осуществления соответствующего вида работы. Если касается того вопроса, да, если не ошибаюсь, он же в области блокчейн. Блокчейн, блокчейн, да. Я сейчас на память просто не вспомню. Да-да-да, и хочу сказать, что тоже, раз вы уж это сказали, похвалимся, что первые исследования в области блокчейн, официальные, то есть которые завершились каким-то контрактом, были сделаны в Казанском университете, получается, где-то порядка семи лет назад. Да. И первый грант РНФ тоже, который был посвящен этой теме, он тоже был выигран нашим университетом. Поэтому у нас есть какое-то задело, это не случайность. А почему он сейчас нас интересует? Не из-за того, что сейчас цифровые деньги, ну, какая-то модная интересная тема, в первую очередь из-за того, что ситуация очень серьезно осложнилась, видите, то есть ряд стран пытаются там недобросовестно захватить это спорные активы, если не говорить даже где-то украсть. И возникает вопрос, как найти надежный инструмент для проведения расчетов и, в первую очередь, внешнеторговых, внешнеэкономических операций. И вот этим задачам как раз и посвящен этот грант. Я очень надеюсь, что к концу года, если вы там позовете, мы вас проинформируем, что удалось это в этом плане сделать. Будет очень любопытно. Так, раз мы уже упомянули о сложной международной политической, экономической и прочей обстановке, я вот такой вопрос задам. События, случившиеся в феврале этого года, которые продолжаются, и в общем, в конце им особо не видно. Вот по вашим ощущениям, впечатлениям, да, вот что, как сказалось на экономическом и стратегическом развитии КФО, что стало расти? Ну, по сути, вы уже рассказали, да? А что стало падать? Что стало, ну, умирать, скажем так? Нет, нет, я хочу сказать, что вот наоборот, вы знаете, когда вот случились эти события, научно-технологический суверенитет, его важность, она, ну, вышла на первый план. Если вы скажете, там же есть большая гуманитарная составляющая, она стала еще более актуальной, потому что формирование новых ценностей, формирование новых парадигм роста, они сейчас не менее важны, чем наше решение инженерного плана, технологического плана или, естественно, научном блоке. И, то есть, вот хочу вам сказать, что если, скажем, все будет идти вот по пессимистическому сценарию, то наоборот, то есть это заказ, роль и значение науки вот в обеспечении, скажем, обороноспособности, в обеспечении экономической устойчивости, она только будет расти. И поэтому это означает, что все-таки и университет, и его финансирование, и, скажем, соответственно, и социальный статус и благосостояние наших сотрудников, они должны вести себя соответствующим образом. Как минимум не упасть. Конечно. Вот вы сказали пессимистический сценарий. Как вы, как экономист, в данном случае я даже не как проректор, не как человек Казанского федерального университета, а как экономист, который смотрит на мир, на страну, и включая университет, конечно, туда же, смотрите пессимистический сценарий. Ну, пессимистический то, что вот это затянется, понимаете, но хочу вам сказать, почему у меня все-таки пессимизм не вот не тотальный, а все-таки такой, скажем, взвешенный. Ну, что ты для, скажем, сессии. Второе, у нас есть люди, которые, ну, скажем, не избалованные, которые, ну, привыкли ценить себя и ценить труд, и, скажем, развиваться в парадигме социальной справедливости. Ну, что ж. Так. Вы описали довольно, ну, оптимистичный, на самом деле, для сотрудников университета, сценарий до этого разговор был, когда рост, рост, рост связан с такими событиями, с такими событиями. Я хотел бы вот накануне Нового года, а, по сути, мы сейчас... Что-нибудь плохое, а? Нет, я хотел сейчас как раз хорошие. Зарплаты, премии, социальные пакеты. Ну, это мне сложно в этом плане это что-то сказать. Чего ждать сотрудникам КФО? Ну, я хочу это вот сказать. Здесь, наверное, все-таки решательный, это его ипостась. Ну, вот по тем цифрам, которые мы видим, предварительным, то есть мы, я еще раз, вот я же с этого начал, то есть для большой организации важно сохранить ту инерцию, тот стиль, тот подход. Поэтому вот здесь у нас, видите, были много событий, помимо февральских, и поэтому большое спасибо здесь и Дмитрию Ряберчу, и Ленаре Инатовичу, что они, вот, скажем так, не были сторонниками каких-то посмешных конъюнктурных решений. И вот очень последовательно развивает вот ту механику, которая у нас сложилась. И по цифрам хочу вам сказать, что и не только цифрам нашей бухгалтерии, нашей финансовой службы, потому что, ну, скажут, они же заинтересованы, они тебе там любую цифру могут дать. Ну, и по цифрам официальной статистики у нас доходы наших сотрудников, это и научных, научных, кстати, они вырастут заметно повыше из-за, в первую очередь, программы приоритет 2030 и передовой инженерной школы, но они вырастут даже несколько быстрее, чем общий бюджет развития университета. То есть я говорил, что 10,7% это вырос наш общий бюджет, ну, в районе 11%, а по, скажем, нашим пока предварительно укрепленным оценкам, рост заработной платы, ну, и всех совокупных выплат, которые получают соответствующие наши сотрудники, ну, в соответствии своей категории, то есть они должны вырасти порядка на 14%. У меня есть любимый вопрос, который я задаю, ну, многим приходящим в гости в нашу студию. Не все вопросы, которые я задаю, не всегда отражают, как бы, мир человека, гостя нашего, да, и я очень часто спрашиваю, у вас есть какой-то вопрос, на который вам хотелось бы ответить, но который я вам не задал? Нет. То есть я в этом плане, я хочу сказать, у меня достаточно все гармонично. Если, то есть у меня нет такой спросите меня, спросите меня, то есть у меня это, то есть это, у меня на все вопросы есть ответ для себя, я хочу сказать. Я понимаю, но что-то важное, что возможно я не... Нет, самое важное, я уже сказал, то есть самое важное, то что вот мы поступательно-созидательно развиваемся, и у нас хорошая, скажем, хорошая финансовая подушка. Это вот благодаря взвешенной позиции наших руководителей. Вы знаете, Марат Рашидович, я вам скажу так, вы изменились. Наверное. Это же хорошо. Это, конечно, это хорошо. Почему я это заметил? Потому что два года назад, когда был разгар пандемии, мы встречались в этой же студии. И когда вы описывали риски для мировой экономики пандемии, и для страны нашей в случае пессимистического сценария, вы тогда говорили, обмолвили, что вполне возможно мы упадем, нам не 91-й год, а 19-й год, 20-го века. То есть, ну, по сути, состояние разрухи. Вот, сейчас, ну, вы, в общем-то, с куда большим оптимизмом смотрите в будущее. Это, на самом деле, меня очень радует. Вот, поскольку будущее-то у нас общее. Да, но хочу сказать, ну, вот, вирусную активность тоже никто не отменяет. Поэтому здесь все-таки то, что вот биологическое направление, биологическая грамотность, то есть мы должны над этим сообща работать. К сожалению, то есть вирус революционирует быстрее. И вот наши ученые говорят, что это вот то, что было, это только еще начало, пристрелка. То есть где-то через 3-4 года, вот, в соответствии с эволюцией этих микроорганизмов, это, возможно, это... Будет настоящее. Да. Ну, или какая-то другая форма. Поэтому нам надо... То есть реальность сейчас меняется, и нам надо учиться жить в этих условиях. Но я еще раз говорю, у нас все есть для счастливой жизни. Я говорю, энергия, питание и хорошие люди. Ну что ж, вот на этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний разговор. У нас сегодня был в гостях доктор экономических наук, профессор, проектор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета. Софиуллин Марат Рашидович. Я ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова